И вот я помню моменты, когда чеченские женщины, зная вот эту тактику этих генералов, окружали этих российских солдат, чтобы их не убили, и выводили их, вот так в окружении, выводили их из рынка, чтобы их не убили. И мало того, что там взрывы каких-то домов на нас повесили, дагестанскую эту аферу провели, в которой нас развели и подставили. Плюс надо было еще вот это клеймо антисемитское на нас тоже повесить, чтобы вот со всех сторон нас дискредитировать. Тумсо, почему ты так относишься к русским? Да, была война, Ишкерия хотела делиться, Россия, возможно, тоже была далека от решения мирным путем этого вопроса. Павел Куликов, а как я отношусь к русским? Я к русским людям отношусь абсолютно нормально, у меня нет каких-то националистических предубеждений, у меня есть вопросы политического характера, претензии к России, но не к русским людям. Я прекрасно понимаю, что Россия состоит не только из русских людей, это далеко не мононациональная страна, и те люди, которые пришли нас убивать вооруженные силы России, в них, да, львиная доля, конечно, были русские люди, но немало было и татар, и башкир, и чуваш, и якутов, хантов, манцев, алтайцев, да кого только не было. Какие только народы не заселяют Россию, матушку. И даже из Кавказа, с наших братских народов, там были представители. Конечно, это не наши братья, это наши враги. То есть любой человек, который находится в российской армии, да даже те же чеченцы, сегодня чеченцы служат российской армии и убивают нас, и они являются такими же врагами, как и русские люди из российской армии. Мы между ними не разделяем. Чеченец в российской армии миллион раз хуже, чем русский в российской армии для нас. Гораздо более презренник. Если к русскому человеку мое отношение будет как к врагу, а врага можно и уважать, с ним можно воевать, а можно с ним договариваться, то с предателями с ними не договариваются, их не уважают. Это презренная каста. Почему, когда Будана приехал в дом Кунгаевых, там не оказалось никого из родственных? Как могли оставить Эльзу одну? Может, они спрятались? Это обычная практика. Во время зачисток, во время войны у нас обычно похищали и убивали именно мужское население, а женщин, как правило, не убивали. Поэтому обычно мужчины уходили куда-то, кто-то на войну, кто-то куда-то уезжал. В общем, суть была в том, чтобы спасти мужчин. А женщины во время войны у нас, наоборот, взяли на себя роль и кормильцев, и вели себя очень самоотверженно. Если бы не наши женщины на период войны, то нам было бы гораздо сложнее, труднее. Наши женщины отбивали нас у российских войск. Немало таких моментов, когда во время зачисток там забирали, пытались забрать женщины, окружали и отбивали. Я помню моменты, когда женщины у нас на базаре спасали российских солдат, которых специально засылали российские генералы, зная, что у нас рынок кишит с представителем нашего сопротивления, и что их там убьют. Им это нужно было. Убьют солдатика, это будет основание для того, чтобы провести полномасштабную зачистку, а зачистка на рынке, это награбленные камеры хранения, это полно продовольствия бесплатно. Поэтому российское командование было заинтересовано в этом. И они специально присылали вот этих солдатиков на базар, чтобы они что-то типа купили. Их, разумеется, там убивали, и в общем начиналось, конвейер начинал работать. И вот я помню моменты, когда чеченские женщины, зная вот эту тактику этих генералов, окружали этих российских солдат, чтобы их не убили, и выводили их. Вот так в окружении выводили их из рынка, чтобы их не убили. Такие моменты бывали. Наши женщины на этой войне показали очень мощную самоотверженность, героизм. Поэтому респект чеченским женщинам. Уважаемый Тумсо, как ты прокомментируешь антисемитскую риторику у Дугова или других? Я понятия не имею, в какой стати у нас в какой-то момент начала вот эта антисемитская волна подниматься. И я убежден, что это не просто так происходило. Явно не изнутри вот этот локомотив этой темы, он был не внутри республики. У нас никогда в Чечне не было антисемитизма. Мы не больны этой темой. Антисемитизм, всегда локомотивом антисемитизма была Европа. Мы знаем, что этот народ пострадал именно здесь. Самые такие чудовищные преступления против этого народа происходили здесь. И как всегда очагом антисемитизма была Европа. И сегодня она продолжает оставаться. Европейские страны, где люди живущие здесь прекрасно видят, что происходит. Как бы власти не пытались всячески обеспечивать безопасность еврейского народа, гасить волну антисемитизма, но она все равно всплывает. Когда какие-то бывают, в той же Франции, например, бывают какие-то акции протестов против, допустим, налоговой реформы. Вот желтые жилеты, мы помним, да? Почему-то, казалось бы, где там евреи, где там Израиль, нет вообще этих вопросов. Но это волна, когда эти люди попадают в какой-то еврейский квартал, они начинают громить еврейские магазины и выкрикивать какие-то антисемитские лозунги. Поэтому все-таки ядро этого движения находится в Европе. В Чечне у чеченцев никогда не было проблем ни с евреями, ни с Израилем, ни с чем. Иерусалим у нас не было. И вот в какой-то момент, в конце 90-х, у нас начинается эта волна. Сначала у нас Муцураев ни с того ни с сего поет песню «Иерусалим», что мы его освободим, Богу душу отдадим. На этой волне впервые у нас люди вообще задаются вопросом, а что такое Иерусалим? Я сейчас не говорю о том, что да, безусловно, Иерусалим – это камень преткновения, и мы никогда не согласимся с тем, что Иерусалим – это он не исламский. Понятно, что Иерусалим будет всегда предметом нашего спора, безусловно. И, конечно, мое мнение по поводу Израиля, что Израиль должен подчиниться воле международного сообщества, резолюции ООН и вернуться к границам, которые были там в 60-х каком-то определены. То есть моя позиция – это как такая. Два государства – Палестина и Израиль в границах в 60-х какого-то года. Но в Чечне, когда внезапно у нас и так там своих проблем полно, и у нас начинают петь песни про Иерусалим, про его освобождение, потом у Дугов делают какие-то заявления действительно антисемитские, и я думаю, это неспроста это все было. Это изначально была такая программа по дискредитации Чечни, чеченцев. Мало того, что там взрывы каких-то домов на нас повесили, дагестанскую эту аферу провели, в которой нас развели и подставили. Плюс надо было еще вот этот антисемитский, короче, вот это клеймо антисемитское на нас тоже повесить, чтобы вот со всех сторон нас дискредитировать. В общем, я думаю, это была такая продуманная, целенаправленная работа, разумеется, российских спецслужб. Продолжение следует...